Добрый день, уважаемые коллеги! Надеюсь, меня хорошо видно и слышно. Сегодня у нас действительно очень серьезные темы. Это профилактика суицидальных тенденций среди несовершеннолетних. Для меня будет очень полезно узнать, кто сейчас присутствует. Пожалуйста, напишите в чате, какая у вас должность и с каким возрастом, то есть какой предмет вы преподаете, зауч, преподаватель, и с каким возрастом детей имеете дело. Пятый, одиннадцатый. Психолог. Студенты. О, как здорово, студенты уже готовятся. В основном пришли педагоги-психологи. Очень много педагогов-психологов. Классный руководитель, библиотекарь. Ну что же, друзья мои, здорово. Сегодня вот о чем мы с вами поговорим. Регламент сегодняшней нашей встречи вот такой. Вначале мы разберемся с сутью проблемы данной, причина, из-за которой они возникают, как можно разрешить, как можно сделать профилактику. И, конечно, в конце будут ответы на ваши вопросы. Так что, если у вас будут вопросы, вы можете их написать в стороночке, по ходу возникать, и будут вопросы. В конце я на них с удовольствием отвечу. Итак, вопрос, самый главный вопрос. Почему так рано детям надоедает жизнь? Вот они вроде бы совсем недолго живут, и почему-то им надоедает. Вот у вас из практики, вот вы психологи, какие у вас идут вот эти вопросы, мнения. Дети говорят иногда, почему им надоедает жизнь? Почему они не хотят жить, не хотят что-то делать в этой жизни? Они хотят дезертироваться, дезертироваться, выйти, уйти. Одиночество, нагрузка, неудачи в общении. Скучно. Инфантилизм. Ситуация в семье, большой объём информации, непонимание, буллинг, пустота внутри. Вот, скучно. Смотрите, вот я выделила четыре крупных блоков. Это первое, это усталая энергетика окружающих взрослых. На самом деле, когда взрослые люди уже не в состоянии менять жизнь, что-то улучшить в своей жизни, дети эти это видят, видят, как страдают их родители, и они не хотят жить в этом мире, с одной стороны. С другой стороны, даже, может быть, и хотят, но вот когда энергетика низкая, у них выкачивается вся их энергия, которая в них есть. Когда дети попадают в такое болотное состояние, у них на самом деле банально не хватает энергии, сил, чтобы что-то сделать. Непонимание со стороны окружающих. Окружающие могут быть и взрослые, это могут быть и сверстники. Чувство непонятости. Смотрите, с одной стороны, непонимание со стороны окружающих, но с другой стороны, когда ребёнок сам не понимает, а что ему делать, а кто он, а зачем он, а для чего он, от него же ничего не зависит. Мы очень часто учителя, и учителя, и родители транслируем детям именно это, что будь как все, нечего тут выпендриваться, сиди и слушай, мал ещё думать, за тебя принимают решение. И вот что получается, они не понимают, а что вообще они могут по жизни сделать. И получается такое чувство непонятости, и чувство ненужности и брошенности. Вот это, пожалуй, самая такая вещь. Причём родители могут быть очень внимательны и требовательны к детям, идите сюда, занимайте чем-то, но их не слушают, не слушают их желания. С одной стороны, вроде бы, они окружены полнейшим вниманием со всех сторон, их опекают и здесь, и там, и в эту школу, и в этот кружок, и туда, и сюда, и дневники слушают. Но люди взрослые обращаются к внешней оболочке, и нет попытки проникнуть во внутреннее состояние ребёнка. Тогда они чувствуют брошенность. Нам стыдно за тебя. Да, им, как они говорят, им пофиг, что я думаю, им важно, чтобы им было не стыдно. Вот это детским лексиконом, да, молодёжным лексиконом, вот, это чувство ненужности и брошенности. Внешние условия для суицида – это среда эмоций генетика. Оказывается, было исследование генетиков, что в семьях, где кто-то кончал с собой, у кого в семье были попытки суицидов, получившихся или не получившихся, во всяком случае, там риск намного больше. Особенно, если кто-то ушёл, об этом более подробно, если смотреть, например, расстановки Хеллингера, то там сразу показывается, что если кто-то покончил с собой, его забыли, его оттолкнули, о нём пытаются не говорить, появляется кто-то, кто заполняет эту энергию. Кто-то, кто повторяет эту судьбу, кто-то, кто пытается решить этот вопрос, пережить ту боль, которую тот человек не пережил. И кажется, это несправедливо, но жизнь такова, нас никто не спрашивает, это справедливо или несправедливо. Есть законы, есть законы личные, есть законы рода, есть законы класса, есть законы страны, ну и внутри этих законов появляются такие сложности. Друзья, пожалуйста, напишите, у Малышевой Светланы Тимофеевны нет звука, пусть или обновить страницу ещё разочек, да, чтобы ей не отвлекалось на это, ей не слышно, нужно обновить просто страничку. И есть внешние, внутренние условия для суицида. Я написала «я», то есть личность человека, как он себя воспринимает, окружение. Это не то окружение, которое существует, а именно то, как он воспринимает своё окружение. Он воспринимает своё окружение, исходя от того опыта, что у него есть. И, конечно же, настроение. Причины самоубийств среди подростков – это данные 2019 года. Вот такие. Сбоку мы видим циферки. 24-32 – это проблемы в личной жизни. Более 17% – это проблемы в семье с родителями. 14% – почти уже 15% – проблемы со сверстниками, с учёбой в школе. Неудача в жизни, проблемы с деньгами, чувство одиночества. Нежелание бороться со своими проблемами, безысходность. Вот группе, вот, которая я сказала, генетическое, скорее всего, вот это попадает. Нежелание бороться со своими проблемами, безысходность. У них нет сил. В роду кто-то ушёл, что-то случилось, и он понимает, что и я не справлюсь. Кто-то, если он не справился, то как же я справлюсь? То есть, вот эти 8% попадают именно туда. Употребление наркотика в алкоголе, невозможность обрести своё место в жизни, минутная слабость и смерть близкого человека, потеря того, кто был значим для тебя. Это маленький, конечно, процент, но этот процент тоже действует. Очень важно оказаться рядом с человеком, когда он остался один, когда он потерял. Итак, если мы всё это резюмируем, то получается, что в основном это проблема в семье, проблема со сверстниками, проблема самоидентификации одиночества и проблема успешности. Насколько человек успешен в той социальной среде, в которой он находится. Очень много в школе учителя пугают, просто пугают. ЕГЭ, ОГЭ, сейчас будет ВПР. Вот только-только учебный год начался и придумали это ВПР. То есть, всероссийская проверочная работа – это мини-экзамены. Причём учителя одни те, которые проводят, и ещё рядом кто-то стоит контролёром. Как будто детям вот эта дополнительная же психологическая нагрузка. ВПР и раньше были, но они всегда ли… Ну, в смысле, что сейчас в сентябре уже начинаются, вот каникулы закончились, начинаются, я это имею в виду. И приходят учителя, они как надзирательные, надзиратели, которые проверяют, чтобы никто не списал там, чего-то не сделал. Это создаёт лишнее напряжение. А к экзаменам детей вообще пугают. Да вы никогда не сдадите, да вы никогда не закончите. Вот этот мой предмет ни за что не получите оценочку. Вот эти… Это не просто нагнетание страха, это ещё и программирование. Программирование сознания детей, что они не смогут. Если я не смогу, так зачем мне стараться? И потом эти учителя удивляются. А почему дети такие ленивые, ничего не хотят делать? А зачем им делать, если это бессмысленно? Если они всё равно не смогут. Да, часть напрягается на зло. Я докажу. Да, это те, которые упрямые, строптивые. Это особый психотип. Но и то эти дети получают… Очень много энергии тратят на доказательства. Да, они достигают успеха, но затрачивают слишком много энергии. А можно было бы полегче. А что, если у него не получится? И они часто натыкаются в стены. Вот сейчас очень много присутствует как раз педагогов-психологов. Педагогам… Вот большинство преподавателей, предметников школы не знают тонкостей психологии. И психологам школьным надо работать не только с детьми, но и с педагогами. Объяснить вот такую простую вещь, что нагнетание атмосферы, условия страха не работают. Они, наоборот, больше вредят. Хотя бы в рамках вот такой большой проблемы, как суицид, уже не говоря, что это понижает качество работы учителя. Потому что результативность учеников жутко падает. Итак, типология суицидов. Есть истинный суицид, когда ребёнок взрослый идёт и лишает себе жизни. Демонстративный, когда хочет доказать. «Посмотрите, вы меня забыли, вы не обращаете на меня внимания, а я вот страдаю». Это призыв о помощи, это шантаж, который используют слабые, не имеющие других способов воздействия. Возможно, это не слабые, они попробовали сотни разных способов, но их не слышат. Или тогда они делают демонстративно. Скрытый и непрямой суицид – это завуалированное. Это как раз вот наркотики, спиртное. Когда дети идут сами, понимая, что это плохая компания, но они как-то назло кому-то в себе или кому-то идут вот в эти компании, начинается вот это девиантное поведение. Некоторые начинают кушать или, наоборот, булеме, как-то начинают из себя надрезы делать, ранить себя. Вот это скрытый, непрямой суицид. Но это тоже попытка уничтожить себя, закончить себя, прекратить своё существование на земле. Какие признаки? По каким признакам можно узнать? Во-первых, фразы – это «я не могу так больше жить» или «я больше не буду вам мешать, дорогие родители» или «учителя». То есть это уже подсказка «я исчезну, я исчезну, я уйду». Может быть, они говорят, мы, скажем, переезжаем. Это переезд, это нормальный. Иногда учитель думает, ну, сейчас, наверное, собирается куда-то переехать или ещё что-то. Но эти фразы уже могут насторожить. Надо спросить, идти дальше, проверять. Шутки на тему суицида. Шутки – это легко делается, как бы шутки. Потом человек привыкает к этой теме, вроде бы всё нормально. Потом усложнение, усложнение, усложнение. Раздаёт другим свои ценные вещи, потому что то, что ценно для ребёнка, он никогда раньше не раздавался, а он взял, отнёс и отдал кому-то. Вот это уже признак. Он не держит себе то, что дорогое. Он постепенно уже отходит от того, что было ему ценно, чтобы ему было не жалко. Происходит радикальное изменение в поведении и настроении ребёнка. Они неряшливы, пропускают уроки, появилась какая-то апатия. То есть любое резкое изменение настроения ребёнка – это уже сигнал к тому, чтобы обратить на него внимание. Как мы сами, взрослые родители, учителя, доводим детей до этого состояния? Во-первых, родители и учителя в роли контролёров. А ты сделал уроки, а ты это сделал, а почему это не так, а почему то не так? И разве это оправдание? Это не оправдание, что у тебя нет времени, что надо успевать? Мы же делали, когда мы так общаемся с людьми, не как с человеком. Человеком. А почему у тебя не получилось? А как ты думаешь, как можно тебе помочь? Вот вместо таких вопросов, вместо того, чтобы подставить плечо, помочь ребёнку, мы его контролируем. И часто взрослые ведут себя в роли осуждающих, в роли судьи, в роли какого-то верховного. И таким образом, когда мы такие большие, ребёнок становится маленьким, малюсеньким. Мы его сжимаем. Вот недавно был урок, я веду урок, заходит класс рук и делает замечание, а ты что к учителю спиной? А вопрос был всего лишь в том, что я была в центре зала, ребёнок был ко мне, лицом как раз смотрел, а когда я вернулась, он не успел полностью передвинуться. И вот ребёнок, который вдруг так сидел, вот так счастливыми и серьёзными глазами, влечённо смотрел, а пришёл учитель, который был не в курсе чего, но он просто не любит этого ребёнка, скорее всего. И этот ребёнок вот стал вот таким, он сбросился, у него глаза, он под землю хотел бы исчезнуть. Потом мы удивляемся, почему у детей осанка такая. Когда вы видите, что ребёнок не может держать осанку, если он выпрямляется и через 30-40 секунд опять вот он такой сидит, у него мышечный каккас не держит, это низкий тонус. Значит, он в сложенном состоянии психологическом, его психика не выдерживает его собственного веса, его плечи, его голову не может удержать. Проблема. У меня была такая ученица, говорю, поправь плечики, поправляем, она стоит через минуту опять так, ну милая, давай-ка ещё разочек плечи. И пытаешься этому ребёнку дать какое-то внимание, а всё равно, а всё равно плечи падают. Общаясь с родителями, да всё хорошо. Единственная проблема родителей заботливы, возможно, больше внимания к младшему брату. И она чувствует себя недолёбленной, недооценённой, недопонятой. Из-за этого девочка 13 лет не может держать свою осанку. Вот как. Или отрицательнее личности и роли личности в ребёнке. Да ты никто, ты ещё мал думать. Вот такого плана и такая интонация в голосе полностью уничтожает человеческое достоинство. Или всё из-за тебя, если бы не было тебя, вот ты такой, если бы не было тебя, я бы сейчас пошла туда, я бы это сделала. Если бы ты не сделал того или сделал бы этого, вот, и получается, ребёнок чувствует, ну, если бы не было меня, наверное, все были бы счастливы. Только я подарю своим близким и родным это счастье. Я просто исчезну. Я просто растворюсь, исчезну. И следующее. Нет значимого человека в жизни, ребёнка не с кем делиться. Вот этот значимый ребёнок, значимый человек в жизни ребёнка, это может быть учитель, это может быть родственник, это может быть одноклассник, друг, это может быть человек из секции, который посещает ребёнок. Светлана Викторовна, всё из-за тебя, неужели кто-то может так сказать своему ребёнку? Вы не представляете, как часто это говорят. Вы счастливый человек, что этого не видите, это не знаете, не слышится. Да, из-за тебя я опоздала на работу, пока я здесь ждала, как ты одеваешься. Вот самое простое, вроде бы, такое безобидное слово. Из-за тебя я опоздала. Многие даже не дослуживаются сказать, из-за того, что ты не собрался быстро, я опоздала. Из-за того, что ты сделал, это одно. Но из-за тебя меняется фразировка, всего лишь фразировка. И это мешает. И нет значимого человека в жизни этого ребёнка. И любая попытка суицида – это крик о помощи, крик о внимании. И знаете, самое интересное, что иногда некоторые делают попытку просто так, чтобы привлечь внимание для шантажа. Но не всегда попытка остаётся попыткой. Иногда эта попытка получается очень даже удачной. И жизнь кончается. Ну, хотела ребёнка просто попугать, сделать вид. А получилось, что на самом деле ушёл из жизни. Статистика показывает, что мальчики чаще дезертируют из жизни. Вот я пыталась разобраться. Вот это моё мнение. Я не знаю. Да, родители с вывихнутой психикой. Что-то с детей требовать. А у родителей так. У них тоже на работе требуют. Они весь день работают по 10-12 часов. Сколько часов дороги уставшие приходят, и ни сил нет, ничего нет. Это разное бывает у родителей. Это кому-то повезло. Он легко работает, легко зарабатывает. А другие мучаются. Очень трудно. Мне кажется, вот моё мнение, три причины, почему мальчики чаще уходят. Во-первых, они менее адаптивные. Если девочки гибкие, то мальчики не проявляют гибкости. Они ломаются. У них меньше гибкости. Второе, то, что мальчиков приучают не выражать свои эмоции. Когда они не выражают, они в них накапливаются. В какой-то момент взрываются. И лучше разбираются в орудиях смерти. Хотя, как статистика показывает, самый распространённый инструмент для самоубийства – это верёвка. Они вешаются, удушения. Более 70% суицида – это как раз повешение. Мальчики сами, родители говорят, да, что ты плачешь, как девочка. Да, мальчика воспитывают, а должны мужчины. Да, это тоже есть. Плюс ещё, если в семье нет мужчины. В семье одна моя знакомая специально отдавала своего сына в группы, причём и муж есть, и брать есть, в кружки, которые ведут мужчины. Там резьба по дереву, компьютерная графика или что-то ещё, чтобы учителя были именно мужчины. Мальчик, он должен научиться общаться, работать с мужчинами. Вот это тоже имеет огромное значение. Да, воспитатели тоже женщины. Поэтому нам, воспитателям, воспитателям, педагогам, женщинам надо немножко особенно изучать психологию воспитания мужчин. То, что сейчас жалуются, что настоящих мужчин стало меньше, так, милые мои, мы сами их так воспитали. Если раньше были семьи большие, там бабушка, дедушка, дядя, тётя, куда-то ребёнок свободно бегал, ходил в мастерской, мальчик сам искал, куда можно, кому пойти во дворе. Там сидели, играли в домино, подбирался к кому-то, машину ремонтировали. Если могли с кем-то пообщаться и увидеть пример, то сейчас дети очень замкнуты, особенно в больших городах, они без мамы, без папы из дома никуда не выходят. А если нет папы, то без мамы они остаются совершенно одни. У них нет свободного общения с людьми. Это в больших городах, вот, совершенно, я бы сказала, ненормальная ситуация. Если была бы большая, усатых нянь было бы больше. Очень может быть. Да, потому что мужчина должен, соответственно, зарабатывать. С другой стороны, даже учителей, если бы было достаточно, тоже было бы хорошо. Потому что, если в младшем возрасте детям нужна больше такая нежность, ласка и так далее, то уже в школьном возрасте 7 лет наличие мужчины вокруг очень важно. Еще три года назад очень большая смертность была из-за интернет-групп. Сейчас, вот ссылку вы видите, единый реестр, здесь разные сайты. Можно просто зайти, посмотреть, какие запретные сайты и прием сообщений. Как только вы увидели подозрительный сайт, вы соходите по этой ссылке, пишите сообщение. Они проверяют и сейчас по закону в течение суток закрывают этот сайт, эту группу в соцсетях, блокируют и изучают на предмет опасности. Насколько они могут быть опасными для детей. Помните эти синие киты, лис, бабочка и так далее, и так далее, и так далее. Слава богу, сейчас вот это стало поменьше, вот этот интернет немножко расслабился, но остаются другие угрозы интернета, это уже другая история. Эмоции и чувства у детей. Во-первых, давайте скажем, что миром правят гормоны. Мы все делаем ради того, чтобы пережить определенные гормоны. Мы влюбляемся, чтобы чувствовать гормоны счастья, потому что они дают особые эмоции. Люди идут, прыгают с горы, с крыш парашютом, чтобы почувствовать адреналин, потому что это особый гормон. И гормоны управляют нашими чувствами. Все, что мы делаем ради эмоций, ради чувств. Если вы спросите, чего ты хочешь, о чем мечтаешь, а быть счастливым. И даже многим не важно, какие нужны действия, чтобы быть счастливым, а просто хочу быть счастливым. А счастье – это чувства. Это чувства вызываются гормонами. И вот пубертатный период – это период активной выработки всех видов гормонов. Это гормоны роста. Поэтому у детей гормоны настроения скачут из одной крайности в другой. Они то счастливы, то вообще великолепно чувствуют себя, то ниже плинтуса. Вот эта резкая смена настроений – это естественно. Это происходит из-за гормонов. Но даже с этим естественным можно что-то сделать. Отношения важнее учёбы. Да, дети не могут контролировать себя во время буйства гормонов. Это абсолютно верно. И не только дети, но и взрослые. Поэтому чувства, друзья мои, важнее знаний. Но знания – это единственное, что поможет управлять этими чувствами более-менее. И отношения уже к 13 годам для детей важнее учёбы. Сколько вы хотите, говорите, ЕГЭ не сдашь и так далее. Ему это не важно. Ему важно, например, как девочка посмотрела. Девочке важно, как мальчик на неё посмотрел. Что он сделал, что он сказал. Они обижаются. Они сильно обижаются. Они счастливы от простого внимания. Да, просто нужна любовь. А любить мы разучились, Светлана Викторовна, есть ещё и другой момент. А не то, что любить мы разучились, а то, что вместо любви нам подсовывают. В интернете, в телевидении, везде совершенно другие части, чувства. Например, вместо любви идёт наслаждение. А это разные вещи. Наслаждение – это потребительство, и это короткий миг. А любовь – это не только принятие, но и отдача. Это балансность. Вот это нарушена балансность в современном мире. Все говорят «наслаждайся». И иногда вот любить – это заниматься сексом. А это совершенно разные вещи. Можно любить и не заниматься сексом. И можно заниматься сексом и не любить. Сексуальная тема для подростков тоже очень важна. Они начинают в этом направлении уже полностью думать, жить, и их тянет к этому. Как мы можем помочь? Во-первых, мы приучаем детям, детей, хоть с первого класса, хоть с детского сада, что любая проблема – это не проблема, а на самом деле – это задача. А любую задачу можно решить. Потому что проблема… У меня проблема! И стоит человек. Проблема вот такая большая. Ну и что? А проблема – это задача. Из чего состоит проблема? А если мы каждый день по любому поводу будем учить детей вот этим маленьким вещам? Вначале давай определим проблему. В чём проблема? Хорошо. А какой результат ты хочешь получить? Потому что иногда мы рассматриваем проблему, а не рассматриваем, а чего мы хотим. И тогда получается важно убежать из проблемы. И получается из… в омут ещё более глубокие убегают проблемы в ещё худшее место. Поэтому надо определить желаемый результат, наметить шаги к решению, проверить на экологичность. Потому что если не экологично, то другие люди дадут вам ответ и толкнут, вернут обратно, да, как дадут в сдаче. И дальше действовать. Если мы этому будем учить в простых вопросах, в решении математики, там платье испачкалось, порвалось, или что-то случилось, любую проблему, мы говорим, ребята, проблема – это задача. А давайте определим, в чём проблема, какие у нас, что мы можем в этом случае сделать. У ребёнка вырабатывается навык, что я могу это решить. Нужно сделать шаг раз, шаг два, шаг три, шаг четыре. И очень хорошо, если вы каждый раз будете поставлять формулу. Давайте, ребята, посмотрим. У нас проблема, да. У нас есть формула переведения проблем с задачей и решением её. Поставили. Они видят. И у них есть опыт. И они знают, а, слушай, а ведь была такая формула, мы её как-то решали, мы этот вопрос как-то решали. Так, я читаю тут комментарии Екатерины Юрьевны. Поэтому важно психологическое просвещение подростков, чтобы они понимали, что с ним происходит. И что так будет не всегда. Надо пройти этот момент, пережить. Через это проходят все одни и не одни такие. Да, абсолютно верно. Если дети знают, что да, это такой период, это может быть, то они спокойно переживают это. Да, нужен диалог. И кроме диалога, друзья мои, вот если есть стандарт, определённая схема, пошаговая схема, многим людям нужны пошаговые схемы. Вы же, когда детей учим готовить что-то, что мы делаем? Даём рецепт. Вот, чтобы получился суп, надо это, это, это вместе смешать. По этому порядку. Если перепутаешь порядок, у тебя может что-то перевариться, что-то недовариться. Поэтому, вот тебе рецепт, вот тебе инструкция. То же самое, инструкция по решению проблемы, любой проблемы. И пусть они находят даже на литературе, урок литературы, да, увидели проблему такого-то героя. А как бы вы решили, имея вот эту схему? Ставим и определяем. А какой желаемый результат? Ага, вот он не сделал этот, не определил желаемого результата. Он попал в это сложное состояние. Пришлось решать и это, и то. А если бы он сделал так, всё. И дети на опыте других учатся. Да, и самое важное, знаете, вот доверительные отношения, это самые-самые первые. Потому что в мае мы провели опрос среди учеников. И когда задавался вопрос, каким должны быть родители, наилучшие варианты, вот идеальный родитель. Если маленькие дети, это до четвёртого класса, говорили, чтобы он был красивый, чтобы он любил и так далее. И вот абстрактным, то дети старших классов было, чтобы он принимал меня. Чтобы даже если я что-то сделаю не так, меня бы выслушали, хотя бы попытались понять. Третье ещё, чтобы наказания были адекватны. Я понимаю, что я делаю какие-то вещи, которые нужно, за которые нужно наказывать. Но наказание не должно быть больше вины. Вот так. Ну и вопрос наказания, это вообще совершенно другой вопрос. Я предпочитаю, что не должно быть наказаний. Нужен другой подход. Наказание, это когда я свыше, ты ниже, я тебе наказываю, ты решаешь вопрос. А когда мы говорим, хорошо, ты создал ситуацию, ну и создал, так получилось. А давай посмотрим, как можно восстановить те последствия, которые произошли. То есть ликвидация последствий твоего деяния. Ты сделал что-то, не иди, будешь наказан, двойку получи или в углу постоишь, или что-то. Вот испортилось это, как его можно починить. И человек начинает уже решать проблему, а не чувствует наказанным. Когда мы решаем проблему, мы становимся сильными. О, спасибо тебе, ты сделал. Вот. Дети неконфликтные для школы, это плохо. Так, сейчас давайте я прочту, сейчас остановимся, не остановимся с... Комментариями. Общество осуждает доверительные отношения в семье. Я столкнулась с этим сама, и были проблемы в школе. Доверительные отношения в семье. Ну, смотря, как это было преподнесено, и как это воспринимают другие люди. Но, друзья мои, у каждого человека должно быть свое собственное мнение. Дети неконфликтные для школы, это плохо. Интересно. Здесь важно понимать, что состояние ребенка важнее, чем социальное взаимодействие. Так, смотрите, социальное... Важно состояние ребенка, но состояние ребенка формируется, его мысли и состояние от его воспитания, от внутренних качеств, от окружающей среды. То есть, они все взаимодействуют. Вот так. То, что не воспринимает многие доверительные отношения в семье, это, скажем так, индивидуальная ситуация, ее индивидуально можно рассмотреть. Да, иногда говорят... Я буквально, вот когда готовилась к этому, вчера, позавчера посмотрела короткометражный фильм. «Все пока» так назывался. И там как раз отец говорит, так я с сыном вместе играю в компьютерные игры. Ругают. А почему ваш сын? Вот мы сейчас сидим за столом, а он в телефоне. Говорит, ну ничего, пусть сидит, ему неинтересно то, что мы говорим. А я знаю, что он делает там. Говорит, как? Это же возможно. Он же в телефоне... Ну, я с ним играю в его игры, я знаю, что это за игры. А, так вы тоже играете в игры. И вот получается такая... Ну, там ситуация уже пошла трагичная, как раз в этот момент, когда будущий директор школы разглагольствовал о том, что нельзя вот запретить, взять то да сё, мне, собственно, дочка наверху сделала попытку самоубийства. Если бы не этот ребёнок, возможно, не смогли бы помочь. То есть, да, иногда могут осуждать, но важно понимать. Я надеюсь, здесь как раз пришли люди, которые понимают и хотя бы ищут путь к пониманию. Важно подросткам наметить путь, по которому они могут найти человека, которому начнут доверять. Знаете, вот можно наметить путь, но доверие – это чувство. Это чувство, когда ребёнок чувствует. Вы можете сказать, знаешь, ты можешь мне довериться, но он не чувствует этого, и он не будет доверять. Это как будто внутренняя химия, какая-то химия, энергетика должна пройти между людьми, чтобы он доверился. Странно, я нажимаю один раз, перескакивает дважды. Так, чёрно-белый мир. Вот эту игру я придумала ещё весной этого года. Чёрно-белые. Мы берём карточки от белого до чёрного. Вы можете брать карточки, можете просто вот здесь взять. Что мы делаем? Для детей и подростков есть два понятия – мир чёрный или мир белый. Вот средних оттенков у них нет. Или всё паршиво, невозможно, всё шикарно, восхитительно, великолепно. А вот средних оттенков нет. Тогда мы берём ситуацию и рассматриваем её. А что в этой ситуации плохого? Самое чёрное. Он говорит, вот то, потому что учительница при всех меня обидела, оскорбила или что-то сделала. Вот он обиделся, да, сделал замечание учителя, он принял это как за оскорбление. Хорошо, то есть плохо, да, это чёрное. А что в этом может быть хорошего? И вдруг он начинает думать, а в тот момент, когда она сделала… Ну ничего тут нет хорошего. Ладно, давай представим, что это не ты, а другой человек. Вот если ему сделают замечание в этой ситуации, что он сделает? Почему ему сделает? Зачем? И что с ним может произойти? Ну, наверное, он задумается о своём поведении. Ладно, это в какую сторону? Там тёмно-серое. Хорошо, а следующее? И так постепенно, постепенно приводим. Вдруг он вспоминает, а в тот момент, когда учительница сделала замечание, там девочка, которая ему нравилась, улыбнулась и сделала знак, что я тебя поддерживаю. Типа не обращай внимания. Поддержка, хорошо. Теперь ты, когда получил это замечание, замечание, что ты можешь сделать, я, наверное, пойду лучше, пойду поучусь и вот этот предмет. Что будет тогда? Я получу, выучу на пять, приду, сдам, пять получу. А что будет из-за этого хорошего? А то, что, ну, в четверти оценка станет выше. И благодаря этим вопросам, когда мы расставляем, вот заполняя между чёрным и белым вот эти серые промежутки, вдруг дети понимают, что мир не чёрно-белый, а в нём есть другие оттенки. И в определённые моменты жизни, когда ему вот будет казаться, что всё чёрным-чёрном, больше ничего нет, у него из памяти будет всплывать. Будет всплывать, что есть ещё и другие оттенки. А что в этом может быть хорошего? А к чему это может толкнуть меня? А что я могу сделать в этой ситуации? А где у меня может появиться какой-то человек, который решил этот вопрос, помог мне? Друзья, тут пошёл в чате уже очень серьёзный разговор. Посмотрим. Скачать презентацию. Есть ссылочка, вы увидите, вам расскажут позже. А могут ли средние оттенки, их постоянно выбирать, говорить о том, что... Знаете, по-разному можно играть. Вы можете вырезать прямо из... Вот распечатать, вырезать такие карточки могут два-три человека играть, две команды. Одна оттенки белые, другая оттенки чёрные. И они по отдельности, например, обсуждаем литературное произведение. Да? Вначале лучше обсуждать не своё, чужое, постороннее. Это легко смотреть. И определяют по оттенку. Вот это может быть. Вот это может быть. А потом, когда они уже... И заполняют пространство. Можно по-другому сыграть. Берут все причины, которые есть, все последствия, которые могут быть, и дают по баллам. Что из них? Белые, вот если белые, это 10 баллов, чёрные 1 балл, и тогда по баллам 10 баллов. Оказывается, вот здесь выставляют, ага, вот это хорошее, а это плохое. И таким образом заполняется пространство. И они видят вот внутренние, серединные оттенки. А, когда серые, когда всё не хорошо, не плохо, а скорее никак. А вы знаете, друзья, когда всё не как, это хотя бы промежуточное состояние. Это переходная ступень. Когда неплохо, значит, можно двигаться вперёд. А когда плохо, иногда у человека нет сил, но он на шаг, пошаг, из чёрного в белое, мы за раз никак не попадём. Но пошаговая, шаг за шагом, мы можем прийти к этому свету, к этому белому, к этому счастью. И вдруг в конце этот парень вспомнит, да, ведь девчонка, ты мне улыбнулась. Я так давно с ней хотел поближе общаться, а она мне улыбнулась. Пойду-ка я на перемене с ней поговорю. Подходит и получает вот счастье. И потом он счастлив в этой ситуации. И ты спрашиваешь, наверное, было обидно, что когда тебе сделали замечание, но в этом было что-то хорошее. Слушай, да, круто, потому что вот она мне ни разу раньше не улыбалась. А в этот момент она мне сделала намёк, мы и заговорили. Вот. Нашли какую-то причину, и эта неудача, она не сразу, она постепенно, шаг за шагом, может вывести человека к счастью. Это таблица Дэвида Хокинса, поскольку здесь у нас много психологов, наверное, вы знакомы с этой таблицей. Вот что самое интересное. Так, мы не перескочили. Всё, идём. Всё как надо. Смотрите, когда ребёнок находится в синей зоне, здесь нет агрессии, творчества и содружества. Самоубийство, ребёнок, суицид, задумывается, когда он находится в красной зоне. Это когда у него позор, чувство вины, апатия, горе. Причём, позор и чувство вины, это ещё очень мало сил. Он не сделает. Он занимается саморазрушением, наедается, ранит себя, что-то делает. А попытку суицида делают, когда находятся на стане апатии. Уже сил больше. Это отчаяние, отречение. Они отрекаются от жизни. Вот. Дальше горе. Те, которые находятся в зелёной зоне, это те люди, которые причиняют боль тем, доводят человека до того состояния, что он попадает в красную зону. Это гордыня, гнев, желание, страх. Вот. Это агрессоры. Те агрессоры, которые на ваших уроках шумят, всем мешают, вот они находятся в зелёной зоне. И это та зона деструктивная, при которой им не хватает энергии, им не хватает внимания. Они живут в гневе, в ненависти, агрессии. У них зависимость от желаний. Поэтому и у них есть страх, волнение потерять то, что где они находятся. И тогда они начинают нападать на кого-то и бросают в красную зону. Смотрите, а как только мы ребёнка поднимаем в синюю зону, в голубую зону, где есть смелость, где есть нейтралитет, принятие альтернативных мнений. Вот, помните, вот эта игра чёрно-белая, это показывает альтернативы. Мы раскладываем ребёнку альтернативы, что есть решение, он приходит в нейтралитет. Когда человек находится в нейтралитете, он не будет никого не унижать, он не будет сам падать, он будет стремиться готовностью, готовностью решать какие-то вещи. Да, значит, презентацию можно скачать, вы в конце всё скачаете, и даже сейчас можно. Чувство вины также можно толкнуть на минутную слабость и импульсивный суицид. Да, чувство вины. Вот я говорю, ребёнок такой счастливый, сидел четвёртый класс, и вдруг ему сделали замечание, и он сразу паник. Но смотрите, этот рефлекс у него отработанный, это не впервые, это у него началось опять. Опять я наткнулся на те же грабли. Опять чужие грабли мне ударили и обессилен. Потому что если ребёнок в хорошем настроении, его опозорили, это его не касается. Но если он живёт с постоянным чувством вины, если его каждый раз тыкают, что ты виноват, вот ты здесь не то сделал, вот это не то сделал, он уже легко переходит в это состояние. Смотрите, тут тоже действует вот это правило, этот закон. Сразу из позора в нейтралитет или смелость подняться просто невозможно. Мы поднимаемся поступенчато. Человек чувствует позор, мне стыдно. А в чём ты виноват, что тебе стыдно? Мы на одну ступень поднимаем, увеличиваем энергию. Да потому что я сделал не то. Ладно, сделал не то. А почему у тебя отчаяние? Ты отчаялся, ты же, наверное, можешь сделать, потому что у меня горе. с вопросами, задавая вопрос, вы пытаетесь поднять следующую ступень, чтобы было наступение апатии, потом на горе. А почему ты горюешь, о чём ты сожалеешь? Да потому что из-за этого мне родители обещали подарок, они дадут. А чего ты боишься? Да они ещё и могут мне наказать. А что ты хочешь? А что бы ты хотел? Вот я эту игрушку хочу, она такая классная, или книгу, или кино, или вместе с родителем, куда пойти? Да, и это тебе злит, что ты не можешь пойти? Да, злит, вот если ты пойдёшь, как ты будешь чувствовать? Да я буду крутым, смелым, уже плечи расправляются, уже энергии, смотрите, если внизу было 20, получается 175, а что ты готов сделать, чтобы в это состояние найти? Мы уже приходим в смелость, и ребёнок начинает проявлять вот эту самую смелость, а дальше давайте посмотрим, а как другие люди могут это сделать? Кто тебе может помочь? И появляется доверие. Смотри, если вот это сделать, а что может получиться? И он видит оптимистичную картину, это оптимизм не на пустом месте, а он пошёл по шагу, и он поднимается к тому, когда он готов делиться миром, и он не сердится, он не обижается, он счастлив, он приходит в другое состояние, когда разумом он может решить свою проблему. И для того, чтобы дети находились в синей зоне, чтобы они не были агрессивными, чтобы не сами не впадали в эту зону, не других не бросали труда, нужно творчество, нужно содрожество разных по правам, но возможно разных навыков, то есть люди разными навыками собираются в группы и вместе делают. Мы все социальные существа и нам нужно содружество вместе что-то делать, творить. Это готовность и умение решать вопросы. Вот эти схемы, которые я дала, вы можете применять свои схемы. Это смелость принимать решения и рискнуть. Это доверие и отзывчивость взрослых и сверстников. Смотрите, наша задача дать знания, дать навыки решения проблем, создать такую ситуацию, при котором человек чувствует, что он может. Если он творит, то он может. Если он может, то он уже силен. И, друзья мои, мы никогда не убегаем оттуда, где нам хорошо. Если решили дети убежать, значит, им там очень плохо. Попытка суицида как инструмент шантажа. Еще один вариант. Что мы тогда сделаем? Мы тогда оказываем внимание, первую помощь. Вот захотел, пусть это получит. Потом слушаем внимательно, о чем кричит ребенок своим поступком. А что ты хочешь, а как хочешь? Вот этот доверительный вопрос. И докапываемся до истинных причин техника и что тогда. Сейчас в следующем слайде я расскажу об этой технике. Рассматриваем альтернативные способы достижения желаемого. А как ты по-другому мог бы достичь этому? А как можно вот этого достигнуть? И мы показываем вариативность, акцентируем внимание на экологичность выбора способа действия. А ты понимаешь, что вот если бы это состоялось, ты понимаешь, что бы с нами могло произойти. Мама инсульт, там у кого-то что-то, то-то-то-то, а то, что у тебя могло бы состояться. И вот эти планы, вот видишь, вот эта перспектива, которая у тебя высветилась, его бы могло бы вообще не быть. И тогда мы приводим к осознанности, что суицид это не инструмент, это не шантаж, что это шантаж не дело. И вот тогда постепенно, шаг за шаг, мы если мы сначала, как ты это сделал, как тебе не стыдно, разве можно так нас пугать? так он сделал для того, чтобы вы хотя бы послушали, а вы даже не пытаетесь его слушать. То есть вначале удовлетворяем голод, его потребность, а потом говорим о том, насколько это экологично или нет. Техника и что тогда? В простонародье эта техника называется и чё? Но мы с вами педагоги, поэтому и что тогда? Спрашиваем, чего хочет ребенок, подросток, взрослый? И что будет тогда, когда ты это получишь? Ну, говорит, будет вот это. Вот, хорошо, вот это ты получил, а что будет тогда? И что будет после этого? И этот вопрос повторяется многократно, пока он дойдет до стадии, когда скажут, а ничего не будет, или буду счастлив. Вот, эта техника позволяет распознать, каким из вылезных путем мы прокладываем дорогу к счастью. И вдруг оказывается, что вот первые пять-шесть шагов они не лишние были. На самом-то деле я хотела вот этого. И вот этот вопрос мы и решаем. Есть техника чистое слушание. Когда мы слушаем ребенка, разговариваем с ребенком, или с человеком, у кого плохое настроение, не обращаем внимания на смысл слов, потому что они прячут эти слова, они не говорят правду, никогда не говорят, или нарочно не говорят, или даже сами не подозревают, не понимают, а в чем правда. А мы обращаем внимание на интонацию. И задаем вопрос относительно тех слов, которые были с яркой интонацией, громко было сказано, или наоборот, быстро сказал, или слишком тихо сказал. И спрашиваем, а что для тебя значит, вот, к примеру, это слово? А почему это тебе так важно? И так повторяем со следующими фразами, те, которые мы чувствуем, что они вот выделились. И такой разговор позволяет быстрее вытащить ту болевую точку. Если ребенок заплачет, дайте выплакаться, обнимите. И вот, когда это все будет намного лучше. Так, вопрос читаю. Лидия Александровна, уважаемая, какому алгоритму придерживаться на практике, если ученица девятого класса затяжная трехлетняя депрессия, нарушение взаимоотношений с матерью? Школьный психолог считает, что уже далеко зашло, резные руки, темные тона одежды. Знаете, что самое интересное? Унылый вид, рисунки перед обрывом. да, серьезная ситуация, вот, как надо сделать? Просто взять и дать ребенку высказаться, ну, подростку уже девятый класс, высказаться и потом сказать, понимаешь, вот такая ситуация, вот, если ты оказалась в пустыне, что ты делаешь? Или в сложной ситуации в горной местности? ты ищешь? Мы не будем мечтать, как бы было хорошо, а давай попробуем проложить дорогу среди этих камней, вот, в данных условиях, какие есть. вот, я здесь рядом, готов тебе протянуть руку, давай посмотрим, что можно сделать. У меня есть знакомый такой ребенок, девочку, у которой все руки изрезанные, постоянно изрезанные, и знаете, что этот ребенок, ну, подросток, так скажем, она пошла работать в магазин по ремонту одежды, ну, там магазин и магазин тканей, еще и ремонтирует одежду. Увидели, что она может шить, она пошла туда работать, сделала ошибку, и что подходит начальнице, она говорит, так, успокойся, не ты первая, не ты последняя, давай сейчас посмотрим, что с этим можно сделать. Говорит, вот эта фраза, не ты первая, не ты последняя, с каждым будет нормально, вот, изменилась ситуация, она себя все время считает криворокой, причем талантливейший ребенок, гениальный ребенок относительно музыки, исполнительства, а считает себя вот некрасивой, уродиной, толстой, хотя худенькая, худенькая, вот, такое внутреннее чувство мира, внутреннее чувство несовершенства, когда мы говорим, знаешь, а бывают ведь случаи такие, идите, пожалейте, вот с ней можно взять котенка, собачку какую-то, взять и кого-то, кому еще хуже помочь, вот это помогает, а так же как работа со страхом получается, отталкиваемся каждый раз ответа и задаем вопрос, да, от ответа задаем, мы чувствуем вот, какое слово более интенсивно окрашенное, опять же продолжаем, заниженная самооценка тормозит многих, очень многих, а теперь вопрос, а кто им занизил самооценку, девушка десятый класс желает поменять пол с ненавистью говорить, что нужны деньги, чтобы сделать операцию по удалению груди, вот здесь знаете, что, ни один психолог не поможет, отправьте на расстановки, вот расстановки на куклах, техника расстановок, потому что часто вот эта проблема, проблема в роду, проблема в роду, когда кого-то не приняли, когда мама с ненавистью говорит о какой-то подружке, когда какая-то подруга у кого-то увела, ну, всякое может быть, расстановки покажут, вот на расстановках она может увидеть истинную ситуацию, и, конечно, расстановки нужно работать с родителями, с родителями, или с ней пора делать, вот увидим, у тебя вот сняли, удалили груди, поменяли плон, кул, и что так дальше, иногда это маккарты тоже можно, да, маккарты, но маккарты не показывают родовую структуру, историю роду показывают расстановки, если можете делать расстановки на картах метафорических, великолепно, сделайте на них, идем дальше, эмоции, как им управлять, во-первых, мы сказали, миром правят эмоциями, невозможно управлять, на самом деле мы можем детям сказать еще другое, поддаваться эмоциям, это значит проявлять психологическую незрелость, ребята, вы учитесь математике, учитесь физику, учитесь писать, управлять своим телом, да, но и эмоциями можно научиться управлять, и это одно из важнейших условий для жизни, вот внушите им эту мысль, и они постепенно будут искать, как это сделать, чтобы не утонуть в своей депрессии, помоги другому, помоги другому, дальше, сделай другому то, в чем нуждаешься сам, это называется, посадить семечко, вы посадили семечко, оно какое-то время не видно, потом произрастет, вот когда плохо, иди к проверенным людям, вот дети должны знать, что у них есть проверенные люди, к кому они могут пойти, и каждое положительное действие закрепляется положительным отзывом и обратной связи, очень часто мы детей ругаем за ошибки, и не хвалим за успехи, а у них-то вот эта самооценка накапливается за успех, когда мы говорим, как мне нравится, что ты это сделала, что вот ты осмелилась сделать этот шаг, слушай, классно, у тебя такая интересная мысль, а ведь это мысль своеобразная, и над ней стоит задуматься, если мы детям сказали, что эмоциями надо управлять, можно управлять, то мы показываем, как это можно сделать, самое простое, это дыхание, слушай свое дыхание, замедли его, вот это одно упражнение, следующее, сделай три глубоких вдоха и выдоха, потом только ответь, вдохни глубоко и расслабься, следующее, представь, что все напряжение через ноги уходит в землю на выдохе, визуализация, это представьте, как фиолетовый луч пронизывает через все тело, очищает все ненужное и лишнее, потом представь, как золотой луч наполняет своим светом всего тебя изнутри и снаружи, вот психологам, которые занимаются медитациями и так далее, когда все отрицательное, из тела мы вынимаем мысленную энергию, остаются пустоты, пустоты нельзя оставлять открытыми, их тут же надо заполнить и заполнять его положительной энергией, потому что энергия такая штука, что тут, если есть пустоты, она у нас заполняется, заполняется не тем, чем нужно, если мы его оставили. Следующая, физическая активность, прогуляйся один, слушай свое дыхание, потом начни наблюдать за природой, даете же задание, вот понаблюдать за небом, за деревьями, воды, птицы, животные, вот люди могут сердить, а вот природа нет. Попрыгать на месте, вот у нас есть обязательно сейчас упражнение, дали для физкульт-минутки, и там есть попрыгать, вот когда вы прыгаете, настроение сразу поднимается, вот заставьте человека прыгнуть, потанцуйте или займитесь какой-либо активной физикой, физической деятельностью, сделай уборку и помой полы, это тоже помогает. Вот диафрагмально-рефлексивное дыхание. Да, отлично. И творчество. Можно нарисовать свою злостью, обиду. Раньше было нарисовать злость, порви, сожги, выкинь унитаз, пусти воду и так далее. Сделаем по-другому. Сделаем по-другому. Рисуем злость, обиду в виде клякса или каких-то неровных крылиней. Это фрактальное рисование или это может быть какое-то... А потом, а посмотри, во что это может преобразиться. И начинаешь тихо преобразовать, преобразовывать, дорисовать что-то яркое, приятное, а может что-то смешное. И вдруг человек, пока он рисует, происходит арт-терапевтическое воздействие, и из тёмной кляксы выходит нечто другое. Может быть не сразу, не за раз, но вот чуть-чуть, чуть-чуть, а какой цвет ты бы добавила? Вот у тебя есть... Эти цвета, их надо обязательно использовать. Ты куда их поставишь? Вот начинает ребёнок эти цвета туда вставлять, не только чёрный и коричневый, но ещё и красный, зелёный, синий. Следующее. Напиши свои мысли, освободи мозг от того, что в нём накопилось. Разложи свои мысли и чувства на бумагу. Тоже помогает. Посмотреть сначала можно в записи в Ютубе, через Денька-2 будет ссылка, вы можете зайти туда и посмотреть. Ещё помогает арт-терапия, пример Глоссарт. Вот не знаю, я посмотрю, с техникой Глоссарт я не знакома. Благодарю за информацию. Ещё волшебный способ, моментальный способ за избавление от навязчивых мыслей. А, рисование на стекле, здорово. Двигаем глазами раз 20 в разные стороны. Вот. И если какая-то мысль навязала в голове и не пускает, вот она снимает. Ещё. Это техника ДПД-ГВ, да, десенсибилизация, состояние с помощью движения глаз. Если человеку плохо, ребёнку плохо, он в плохом состоянии, просто раз 20 посмотреть в разные стороны, идёт коллапс двух полушарий, стирается информация, потому что одна часть у нас планирует, а другая вспоминает. И когда прошлое и настоящее они сталкиваются, стирается энергетический заряд. Вот это простейшее упражнение вам в копилку. Некоторые дети ведут дневники, а пишут в них весь негатив. Надо их хранить или лучше сжечь. Так, смотрите, если пишут негатив, лучше писать и не читать. Не читать. И сказать, или если они написали, тогда мы даём схему следующую. Что из этого можно... Вот найти какого-нибудь человечка, героя, а как бы этот вопрос решил, скажем, если это мальчик, как бы решил этот вопрос Супермен, Спайдермен, там Зору или кто угодно. Все 20 раз надо... Да, влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо переводить взгляд из одной точки в другой. Даже иногда, если вы с ребёнком стоите, вы просто держите палец на расстоянии полуметра от ребёнка и передвигаете. Он следит за вашими пальцами. Вот так. Просто следит и... Говоришь, просто последи за моими пальцами. И дыши спокойно. И во время этого вдоха вся энергетика выходит. Вот так, друзья мои. И резюмируем. Дети убегают от того, что им плохо. Плохо им из-за того, что не справляются с агрессивной внешней средой. Мы можем помочь им наработать навык выхода из проблемных ситуаций. Мы можем просто подставить жилетку, чтобы было к кому идти выплакаться. Мы можем научить управляться со своими эмоциями. И научиться управляться со своими эмоциями и решать сложные задачи мы учим просто для жизни. Не дожидаясь сложных ситуаций, а просто в обычное время. Избивание подушки, крик в нее и при повышенной агрессии к другим к себе тоже работают. Тоже работают. Но я сейчас предпочитаю трансформации отрицательной энергии в положительную. Потому что, когда мы бьем, из нас энергия выходит и остается пустота. Обязательно ее воспользуюсь. Благодарю вас, друзья мои, коллеги. Ну что ж, на этом я закончила. Если есть вопросы, хотя в промежутке уже ответил на некоторые вопросы. Все. Если нет вопросов, тогда мы приглашаем Татьяну Викторовну. И сегодняшний вебинар можно считать закончен. Да, друзья мои, вы можете скачать слайды сегодняшнего вебинара и через пару дней будет ссылка. И вы в Ютубе можете повторно посмотреть и остановить внимание, возможно, на каких-то технических, вот на техниках подробнее посмотреть. Все эти техники очень хорошо известны в психологии. Вот вспомнила все, что знала. Да, кстати, иногда достаточно вспомнить. Вот вроде бы знаешь эту технику, знаешь эти моменты и услышала. И вот как раз сегодня и надо. Ну что ж, друзья мои. Вот так. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.